Да, слава Богу! Слава Иисусу Христу! Слава навеки Богу Святому! Аминь! Приветствую всех, братья и сестры, дорогие друзья, именем Господа нашего Иисуса Христа всех приветствую и благоставляю, кто подключился, кто подключается. Я каждый раз все это сохраняю на Ютубе, поэтому те, кто вначале не смог быть прямого эфира, вы потом сможете это все посмотреть в записи уже. Поэтому я уже заранее всех приветствую сразу, и те, кто подключился, и те, кто подключается, и те, кто будет смотреть потом уже в записи уже этот эфир. Слава Богу! Слава Отцу, Сыну, Святому Духу! Дорогие друзья, всех приветствую именем Господнем, и прочту вначале самым из Божьего Слова, из Священного Писания, из Библии, такие слова из послания к римлянам, пятая глава. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого веру и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой и славы Божьей. И, оправдавшись верою, обращая ваше внимание, мы имеем, написано, мы имеем мир с Богом через Господа Иисуса Христа, имеем мир с Богом. Дорогие друзья, действительно, это великое чудо, великое таинство. Слава Богу! И примирение с Богом, мир с Богом через Иисуса Христа. Также я получаю СМС-сообщение на телефон, мой телефон, номер эфира, прямого эфира и вообще всех прямых этих эфиров, телефон здесь, в студии. Это номер Киевстар 096 96 2 6 6 75. Повторяю, 096 96 2 6 6 75. Этот же номер является и, как вот, возможностью такой, значит, финансово участвовать в моем служении Господу. Вы можете на этот номер с любой, не знаю, точки Украины положить деньги, гривны, и я имею возможность, как карточкой такой пользоваться, через новую почту получить это уже деньги налично для служения Господу. Применить их, это очень важно и это очень благословенно, считаю. Слава Богу! Напоминаю, номер этот 096, это Киевстаровский номер, 096 код, потом еще раз, 96 2 6 6 75. Вот так вот. Если вы из-за границы, из-за пределов, то есть не с Украины, а откуда-то из-за рубежа, допустим, шлете сообщение, мне присылают сообщение, допустим, то тогда не забудьте плюс набрать в вашем телефоне, плюс 3 8. А потом уже, собственно, номер этот 096 96 2 6 6 75. Это номер прямого эфира и вообще номер вот прямых этих эфиров здесь в нашей Киевской архиепископии. Сегодня я вновь один, завтра планируем быть вместе с нашим благочинным священником, с отцом Алексеем. Он сегодня был на служении, да, и он был сегодня вместе с матушкой Галиной. И, в общем-то, слава Богу за семью их. Молились сегодня тоже за детей, за всех молились, за все семьи наши. Вот, но он сегодня на служении был после ночной смены, и он работает еще сторожем, ну, на пенсии уже, но также имеет такую подработку дополнительную, это сторожем. И, в общем-то, после суток дежурства, конечно, это было, ну, ему сложно, конечно, значит, быть еще и сегодня здесь. Поэтому у него сегодня такой, как бы, выходной. А завтра уже в понедельник он будет здесь со мной вместе в студии. Это наш благочинный священник здесь киевский, отец Алексей Прошак. Он был сегодня на служении, были гости, был епископ наш Кифа, были другие братья, но об этом по порядку расскажу. Значит, для тех, кто подключился сейчас, я начал сегодня со Слова Божьего. Этот эфир с послания к римлянам, с пятого раздела, пятая глава римлянам. Начинается такими словами. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. И вот, через которого там веру получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся. Да, слава Богу. Но, внимание, ваше акцентирую на этих словах. Имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Через Иисуса Христа имеем мир с Богом. Иметь мир с Богом возможно именно только этим божественным путем, открытым для нас, для всего человечества, самим Богом. Этот путь и истина, и жизнь никто иной, как Сам Господь наш и Спаситель Иисус Христос. И всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Аминь. Дорогие друзья, сегодня я в таком просто большом благоставении, знаете, спешу поделиться со всеми вами, кто подключается, сейчас подключился, или вот потом в записи будет смотреть все это. Спешу поделиться с вами вот этими впечатлениями сегодняшнего служения. Во-первых, Богу всю славу воздаю, потому как действительно за все служения, за все служение, за все и вся воздаю славу нашему Господу и никому иному. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему вся слава. И читая Слово Божье, я вижу действительно, что, и действительно вся слава только лишь Господу, Богу всемогущему. И написано, Господу Богу Твоему поклоняйся, и Ему одному служи. Аминь. Да, слава Богу, и сегодня было служение в нашей Киевской архиепископии, и делились Словом Божьим, и ваш покорный слуга, также делился я Словом Божьим, а также и наш благочинный священник, отец Алексей Прошак, и отец Андрей также делился Словом Божьим, и гости, слава Богу. Гости были отовсюду, даже из Африки. Вот так вот. Довольно интересно очень было собрание такое. И после собрания было общение. Видео я еще не успел выставить на YouTube, но, даст Бог, уже завтра все видео будут размещены. Поэтому вы сможете посмотреть тоже, и насладиться, и прославить Господа вместе с нами. Слава Богу. Так что привет всем вам из Киева, от православных евангелистов, реформаторов, от православных христиан, веры евангельской, веры библейской, веры Божьей. И благодарю Бога за эту возможность сегодня продолжить служение вот в таком формате, в прямом эфире. Слава Богу. Да, и напоминаю, телефон студии 096-96-266-75. Вот. И напоминаю, что этот же номер можно использовать как именно возможность финансово участвовать в моем служении Господу в реформаторском, евангельском, таком православном служении. Значит, с любой точки Украины это можно сделать, положив гривны на этот номер. И, слава Богу, за Киевстар, продвинутую такую компанию, значит, телефонную в Украине. И, значит, через новую почту имею возможность получить, как банковская карточка, допустим. Значит, они только лишь 3%, они 3% берут, значит, за эту пересылку. То есть, если вы 100 гривен, допустим, ложите, то 3 гривны они берут себе, Киевстар, за эту услугу. Ну, думаю, это как бы по-божески. Значит, и благоставляю всех вас, всех, кто финансово принимает участие в служении, молитвенно принимает участие в служении. Слава Богу, каждая ваша молитва, ваш молитвенный вздох, каждая копейка, это действительно очень важное, как сейчас говорят, партнерство. Тоже красивое, хорошее слово, я тоже порой использую это слово, но мне больше нравится такое традиционное выражение «братство». Потому что действительно мы братья, действительно мы не просто даже партнеры, а вот именно мы братья. А это намного больше даже, чем партнеры. Тем более, кровные братья, кровные, одной крови, ты и я, одной крови, крови Христовой. Сегодня очень много мы говорили о крови Христа на служении, рассуждали, пели, восхваляли Господа, пели и в начале служения, и в завершении пели о крови Христа. Сегодня не было у нас такой евхаристии, общецерковной такой причастия не было у нас сегодня. Вот, значит, но вот я приготовил, вот здесь вечером уже такое хлебопреломление, евхаристию божественно совершить причастие. Вот, благодарю Бога за эту возможность. Вот, у меня здесь вот плод виноградной лозы, виноградный сок, здесь, значит, вот хала осталась еще со вчерашнего дня. Я, как бы, так, ну, сохранилась так у меня, значит, значит, да, хала, это, ну, по-русски плетенка. Хотя обычно для причастия, для евхаристии мы, если в церкви, мы используем мацу, опресники, вот, значит, но, в принципе, самое главное, вот, хлеб и вино, вот, оно какое будет, это вино, какое будет хлеб, не то самое важное. Когда-то я считал, будучи традиционным священником православным, что это архиважно, именно само естество, как бы, вот это, значит, именно когор, чтобы был, именно, значит, хлеб, чтобы был просфирки, эти просфоры были правильные. Но сейчас я разумею то, что, вот, как вот, 20 лет назад, в 96-м году уразумел, что самое главное, действительно, принимать Христа верою. Действительно, не вещество хлеба нас соединяет с ним, и не вещество, и не качество там вина, а действительно наша вера. Я принимаю даже, вот, если халу сейчас, допустим, преломляют, значит, да, значит, эту вчерашнюю, вот, шаббатнюю, субботнюю, вот, значит, и вот синагогальное здесь вино, это плод виноградной лозы, это сок из самого Израиля. В синагоге Бродского здесь, в Киеве, можете зайти в церковную, там не церковную, извиняюсь, синагогальную, это вот кромница, магазинчик, вот, и там можно купить, там и сок, и вино, и все, израильское есть, украинское есть, американское, но вот, я предпочитаю все-таки израильское брать, вот, значит, и, ну, душа любит, знаете ли, вот, хотя я понимаю, что это не так важно, украинский сок, украинский сок, значит, у меня, кстати, а, ну, уже закончился. Вот, пакет уже выбросил, значит, как называется, Сандора, Сандора, да, мне очень нравится сок этот, покупаю здесь, вот, в магазине Новос, я заходил здесь, на Черниговской, вот, значит, покупал, понравилось очень, кстати, хало оттуда же, с Новоса, вот, значит, в синагоге тоже хало брал, значит, и, конечно, само причастие, сама Евхаристия Божественная, это соединение с Господом Иисусом Христом верою. Мы провозглашаем, что мы с тобой одной крови, ты и я, ты за нас пролил свою кровь Божественную, и мы провозглашаем эту истину, рассуждаем о теле Господнем, а рассуждение о теле Господнем, о крови Христа, ну, такое истинное, правильное рассуждение, можно неправильно, можно однобоко судить о теле и крови Христа, и из-за этого мы порой лишаемся верующих великих благословений Библии, многие болеют и немало умирают, как бы, потому что, знаете ли, мимо проходят такие благословения, которыми мы могли бы насытиться, если бы правильно рассуждали, вот, и правильно, а правильно рассуждать, это не просто о качестве хлеба или вина рассуждать, а это действительно рассуждать о том, что кровь Иисуса Христа и тело Иисуса Христа было ломимо, и кровь была проливаема за нас, за меня лично, не просто за всех нас, это хорошо, за меня лично. Мартин Лютер интересно говорил, великий немецкий реформатор, в этом году часто его добрым словом вспоминаем, ну, порой не только добрым, конечно, к сожалению, и ошибки были у великого реформатора, великие люди совершают великие ошибки, знаете ли, но, слава Богу, в целом, этот человек действительно исполнил волю Божью и был, ну, реформатором, значит, хотя элементы деформации еще в нем, еще какие оставались, к сожалению, но он сделал первый шаг, хотя, если слова Ленина привести, применить к Лютеру Мартину, то получалось у него порой шаг вперед, два шага назад, вот, порой и так вот у него получалось в жизни, но, что сделано, то сделано, он пионер, первопроходец, вот, именно реформаторской этой эпохи, и пять столетий тому назад, действительно, да, в 1517, сегодня уже со стороны видней, как говорят, знаете ли, сегодня уже очевидно, что пять столетий тому назад завершилась многовековая эпоха великой деформации христианства, великой деградации Церкви Божьей, значит, ее порча, ее деформация и деградация, отступление, апостасия, греки еще называют это слово, ну, именно мы называем этим словом, отступление, именно, вот, и, дамы и господа, но пять столетий тому назад не только закончилась эпоха великой деформации, но и началась эпоха великой реформации, великой реформации, обновления, то бишь, возрождения, покаяния, исправления Церкви Божьей, слава Богу, и за пять столетий, действительно, можно уже констатировать, как факт, что очень много было восстановлено библейских учений, библейских традиций и восстанавливается и возрождается по сей час, реформация продолжается, как говорил, если вы помните, в предыдущих я видео упоминал в этих эфирах, ну, а также и в семинарах своих, я часто, добрым словом, поминаю одного из лидеров христианской Церкви еще, какого, третьего столетия, да, получается, через 200 лет после Иисуса Христа начало истории Церкви, в третьем столетии, когда наших с вами братьев, сестер, потехи ради римляне-палачи бросали в Колизей, на арену Колизея, там, на растерзание рьвам, еще в те времена, Киприан Карфагенский, архиепископ, говаривал, «Экклезия семпер реформанда», «Церковь непрестанно реформируется», и по мысли этого отца Церкви, уважаемого на Востоке и на Западе, его признавали лидером всего североафриканского христианства, и, в общем-то, он в святцах и православной, и католической Церкви, то есть его по сей час уважают и добрым словом вспоминают, но его слова, знаете ли, я хотел бы, чтобы его слова, не просто, знаете ли, его образ какой-то там в храмах висел, чтобы ему молебны заказывали и свечки ставили, нет, я хотел бы, чтобы его слова сегодня ожили в сердцах тысячи-тысячи священнослужителей в первую очередь, значит, его слова «Экклезия семпер реформанда», «Церковь непрестанно реформируется», ведь если не реформируется, то деформируется. Диалектика, господа, действительно течет все и изменяется в этом тварном мире Божьем и физическом этом, в котором мы живем сейчас. Действительно, это так, дамы и господа, братья и сестры. И церковь, либо, как и каждый из нас, я могу и в целом, конечно, о христианстве так рассуждать, о поместных отдельных церквях, общинах отдельных там, но и, конечно же, и применимо к себе, и к каждому верующему в отдельности, мы либо движемся в реформации, то бишь, это удивительное движение с Богом, к Богу, всегда в Нем и к Нему. Интересно. Или же деформация, то есть отступление от Него, значит, деградация. Вот, и слава Богу, друзья мои, братья и сестры, и должно рассуждать о теле крови Христа справедливо, чтобы не лишиться великих благоставений Бога, великих благоставений, данных в Слове Божьем, в Библии, в Святой. И правильное рассуждение, это то рассуждение, да, кстати, я аж начал Мартин Лютер и далеко ушел, к сожалению. Вот, значит, так вот, Мартин Лютер говорил, признавать, что Иисус Христос, Он Господь, Бог Спаситель наш в целом, да, это, говорит, само по себе не спасительно. Знаете ли, ну, как с гуся вода, будем так говорить. Это признавать, признавать, ну, веровать, веровать, ну, и бесы веруют, тоже и трепещут. Ну, а что мне с того? Надо вопрос задавать, очень важный, каждому верующему. А мне что с того? Даже вот с сегодняшнего эфира, а мне что с того, с этого эфира, в общем-то? С того, что я читаю, с того, что я слушаю, что мне с того? Польза или вред? Значит, знаете ли, я вперед двигаюсь или назад отступаю? В одной группе, здесь вот неподалеку, возле метро Черниговская, я сейчас на Киото, между Черниговской и Лесовой, очень красивое, интересное место такое, парк Киото. Ну, сейчас уже темно, конечно, а так днем люблю прогуливаться, молиться в этом парке. И, значит, и вот возле метро Черниговской, там на той стороне уже, значит, это ДК Химволокно, там был когда-то Сент-Джеймс-Калледж, филиал библейского колледжа Святого Якова. И в одной из групп, где я преподавал тогда, начало, конец 90-х было еще здесь, мы здесь на Черниговской, на Малышка только снимали квартиру, в малосемейке там. Значит, то, значит, в одной из групп был девиз вывешен, не шагу назад, не шагу на месте, а только вперед с Иисусом вместе. Мне так понравилось, думаю, здорово. Я себе записал, думаю, да, хороший девиз. Там в каждой группе был свой девиз, они так придумывали этот девиз, молились там. Межконфессиональный колледж, там и баптисты, и православный был студент, и, значит, там, адвентисты, значит, методисты, 50-ников разных, там, харизматов много разных. То есть, как бы, много разного было верующих с разной конфессией, признающих Иисуса Христа своим Господом, Богом, Спасителем, конечно же. Вот, но вот этот девиз мне очень запомнился. Ни шагу назад, ни шагу на месте, а только вперед с Иисусом вместе. Аминь. Молюсь о том, чтобы и этот эфир, это время, которое вы сейчас здесь, вот, в прямом эфире, или же потом будете смотреть, кто будет смотреть это в записи уже, потому что каждый этот эфир, я потом нажимаю «Сохранить», как бы, да, или как там написано, и он сохраняется, значит, на канале, там, видео, как в видеофайл уже. Вот, можете просмотреть. И молюсь о том, чтобы эти просмотры и просмотр этого видео, в частности, был благоставением. Не на месте, не назад, нет, а вперед, вперед, вместе с Господом, с Иисусом Христом и в нем. Вот, и правильно я начал с того, что говорю о правильном рассуждении о теле и крови Христа. Так вот, и Лютер Мартин правильно заметил, что признавать, что Иисус Христос, Он Господь, Бог, Спаситель, это хорошо, говорит, но это, ну а что мне с того? Это, говорит, само по себе оно не спасительно. Да, благочестиво, да, хорошо, свято, но это тебе не поможет никак. Примерно так его были рассуждения. Но, говорит, признавать, что Иисус Христос, это не просто для всех, а Он лично мой, Господь, Бог и Спаситель, вот это уже говорит, вот это спасительно. Ну, я так своими словами передал его мысль, но мне очень понравилась она эта мысль, потому что действительно я так рассуждаю, очень много, допустим, даже, ну я не буду говорить даже про другие конфессии, в каждой конфессии своих хватает тараканов всяких, знаете ли, вот если брать наше православие, в целом православие, ну я как реформатор православный сейчас, раньше, до 96-го года был традиционным православным священником, простым сельским батюшкой, вот уже 30 лет я являюсь церковным и священнослужителем православным, и как бы за это время, за этих 30 лет служения, знаете ли, тоже многое разное видел, и я так до сих пор порой, знаете ли, удивляюсь тому, что подавляющее большинство, огромное большинство православных, к сожалению, так и не являются христианами. Я об этом много рассуждал, молюсь, конечно, о том, чтобы православные становились христианами. Обычно мы это связываем, и так и говорим, православные христиане, но я так понял и понимаю, что это далеко не всегда так. Далеко не всегда так. Быть христианином и быть православным, порой это, ну, очень разные вещи, порой даже взаимоисключающие. Знаете ли, очень хорошо, когда это все вместе, когда ты православный и ты христианин, это очень хорошо, благочестиво. Но, как, допустим, ты и протестант, но ты чтобы и был христианином. Хорошо быть протестантом, но, как бы, можно быть протестантом всю жизнь, но так и не стать христианином. Знаете ли, чего греха таить, я такого видел вот так вот, выше крыши примеров. Вот, можно быть всю жизнь католиком, но так и не стать христианином. Даже, знаете ли, страшно, конечно, но в Библии порой такие примеры есть, что любая самая страшная проповедь отдыхает, по сравнению со словами Христа. Знаете ли, многие, многие, он сказал, он не сказал Иисус, некоторые придут, товарищи, и скажут, ну, не твоим ли именем мы бесов изгоняли, чудеса творили, служили тебе верой и правдой, и вот на тебе, закрытые ворота, вот на тебе, не знал вас, что за ерунда. Знаете ли, нет, он не сказал так. Иисус сказал, что не то, что некоторые там товарищи придут, а многие придут тогда и скажут, вот это вот печально. И широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. И это не только там в православии, это актуально и для протестантов, и для католиков, для всех. Знаете ли, дьявол воюет не только с православными, с нами, но и со всеми. И морочит голову враг рода человеческого, знаете ли, не только православным, но и католикам, и протестантам, будь здоров, морочат Богу. Так вот, чтобы мы не были замороченными, знаете ли, а чтобы мы были правдивыми христианами, нужно взирать на начальника веры, совершителя веры, Иисуса Христа, дамы и господа, братья и сестры, потому что всякий, кто призовет имя Господня, спасется, взираем на него, на нашего спасителя, возлюбленного, сладчайшего. Мне очень нравится православный Акафист, он так и называется, Акафист Иисусу сладчайшему. Правда, он в традиционном исполнении, к сожалению, тоже наполнен многими неправильными выражениями, изречениями, я там поправил все. Сейчас издаем новую редакцию Акафистника нашего, и Акафист Иисусу сладчайшему, на русском языке, и сейчас делаем еще украинской мовою. Так что, если вы владеете, одним словом, украинской мовою, и можете помочь в редакции Акафистов и текстов, то напишите мне, я буду очень рад такой, как спив праце, такому сотрудничеству. Вот, и так, и еще. Я часто повторяю и у себя в церкви, и когда в гостях бывают такие слова, ну, как бы, может, они шокирующие для кого-то звучат, но шокирующие звучат, но они правдивы, и они от сердца, действительно, моего. Я говорю так, что православными мы становимся от православия, от православной церкви. Выцерковляемся в православие, вживаемся в православие, и там мы превращаемся в православных. Протестантами мы становимся в протестантизме, вживаясь, воцерковляясь в протестантские различные церкви, мы становимся плоти от плоти протестантского мира. Католиками мы становимся от католической церкви, воцерковляясь в католицизм, проникаясь его богословием, культурой и прочее. Значит, здесь теология, культура, вероучения, все это вместе вкупе нас делают либо православными, либо протестантами, либо католиками, либо неконфессиональными какими-то группами, допустим. Ну, зависит, куда мы приходим, от кого мы питаемся, куда мы приходим. Мы, в общем-то, воцерковляемся, вживаемся в общину, какую, допустим, церковь поместную, и мы превращаемся в образоподобие ее, этой церкви. Но христианами мы не можем стать. Нет православной церкви, нет католической, нет протестантской, нет какой. Нет неконфессиональной, нет надконфессиональной, нет какой организации, нет какой юрисдикции, конфессии, деноминации, абсолютно нет. Христианами мы можем стать только лишь от Иисуса Христа, переживая лично Христа и принимая его верой в свое сердце. Мы можем всю жизнь быть протестантами, или католиками, или православными, но так и не стать христианами, если не растворим Христа верой, если не примем его верой. И это не просто волшебные слова сказать, не просто сходить на споведь, не просто что-то еще исполнить, обряды, традиции, повторить какие-то слова, совершить какие-то действия, а это действительно сердцем своим рассуждать, молиться, обращаться к нему и жить в нем, а он в нас. На иврите звучит эта мысль, помните, да, из книга Шир Гаширим, «Песня песней», там слова есть в шестом разделе, шестая глава, третьим стихом написано, помните? Синодальные переводчики перевели этот текст таким образом. «Я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленный мой мне». Прекрасные слова, там буквально можно так перевести еще, что «Я в моем возлюбленном, возлюбленный мой во мне». И мы там по контексту имеется в виду, что мы одно целое. Знаете ли, вот сегодня я в служении во время нашей литургии зачитывал текст из Евангелия Теана. Вообще сегодня я много читал из Евангелия Теана, с 9 главы, 10, 11 главы. То есть вот как бы с этих глав Евангелия Теана, рассказывая о чудесах Иисуса, делясь этим, проставляя Бога за это, там исцеление слепорожденного, помните, да, в 9 главе Иоанна. Потом в 10 главе Иоанна как раз события Хануки, вот сегодня первое число Кислева, кстати уже солнце уже село, уже второе число месяца Кислев, лунного календаря. Как раз это месяц Хануки, месяц обновления, праздник обновления. И Иисус на Хануку в 10 главе Иоанна как раз и открыл удивительное таинство веры. Он открыл действительно свое сердце, свое естество, открыл все карты перед иудеями. Он показал братьям своим, кто он и что он. Он сказал, помните, в 10 разделе, там написано в 30 стихе, «Я и Отец одно». «Я и Отец одно». Его хотели убить даже за эти слова. Но в следующем разделе, уже в 11 главе Иисус, просто-напросто довершая все вышесказанное и вышесделанное в его житии, он совершает еще одно чудо. Но не просто даже еще одно чудо, а он совершает чудо-чудес. Иисус воскрешает друга своего Лазаря из мертвых. Да и не просто воскрешая, а воскрешая на четвертый день, дамы и господа. Это удивительно. Дело в том, что, конечно, да, мы читаем о признаках уже разложения тела его, Лазаря. Написано уже смердело уже тело его, значит, когда открыли гробницу-то. Конечно, это сцена такая малоприятная, ужасная сцена, но, с другой стороны, она прекрасна. Дело в том, что, если бы в первых три дня Иисуса, вы помните, в 11 главе Иоанна вообще, да, там говорится, что он получил весточку, что друг его болен, Лазарь, но он не спешил. И даже Лазарь уже умер, а он все не спешил. Знаете, он пришел, уже был четвертый день. Почему? Если бы он в первых три дня пришел и воскресил друга своего Лазаря, он дал бы всей религиозной системе тогдашнего иудаизма, лидерам и я, сделать вывод такой, какой сделал Никодим и Иеже с ним. Помните, да, третью главу Иоанна, где Никодим, один из учителей Израиля, говорил к Иисусу, что мы, говорит, знаем. Он не просто за себя расписался, а он за, ну, какую-то группу учителей Израиля, за какую-то фракцию, не знаю. Он расписался за какую-то группу, общность этих учителей Израиля. Он сказал, мы, говорит, знаем. Он не говорил, что там мы, Николай II, нет. Он говорил, мы, говорит, знаем за кого-то еще, что ты учитель, пришедший от Бога. Помните, да? Ибо таких дел, которые ты делаешь, не может делать человек, если не будет с ним Бог. Но здесь Иисус его дальше обломал, остановил и сказал ему саму суть. Знаете ли, что дело не в том, что, значит, кто, какой и что за служение, и учитель от Бога, самородок, уникум, вундеркинд. Нет, дело совершенно не в том. Вот, а должно родиться свыше, духовное перерождение. Вот об этом был вопрос. Но перекинемся снова на 11 главу Иоанна. И вот сегодня я об этом, как раз, в проповеди и упоминал тоже. Вот немного повторю. Завтра вы можете посмотреть уже на видео все это, сегодняшнюю запись. Вот, значит, и, значит, там, если бы он пришел в первых три дня, он бы дал основание признать его учителем от Бога. Ибо таких дел действительно не может делать человек воскрешать мертвых, допустим, да, если не будет с ним Бог. Безусловно. Но, дамы и господа, братья и сестры, он пришел в четвертый день. Первых три дня были допустимы по вероучениям иудаизма и тогдашнего, и сечашнего разных направлений этой религии. Значит, признавалось и признается, что, значит, что именно в первых три дня возможно воскрешение из мертвых. Да, по молитве, по вере, да, чудо возможно, это не отрицалось никогда в иудаизме, в библейском таком понимании, конечно, но не в четвертый день. После третьего дня, максимально три дня, после третьего дня любое направление иудаизма, тогдашнего или сечашнего, уже не может признать воскресение, только лишь в последний день. Как, допустим, верили фарисеи в то время, во времена Машеха, то, значит, Иисуса Христа, то тогда, значит, и Марфы, и Марии, помните, да, они эту веру разделяли, они тоже говорили. Вот если ты был бы здесь, значит, не умер бы брат наш, они разделяли веру, что, да, значит, он чудотворец, но они дальше говорили, что им, ну и сейчас мы знаем, что, я знаю, что воскреснет брат, воскреснет, в последний день воскреснет. И мы, христиане, вот, евангельской веры, библейской веры, независимо от нашей конфессии, православные, протестанты, католики, кем бы мы ни были, неконфессиональные, надконфессиональные, всякие, всякие, каноничные, неканоничные, неважно. Мы, значит, веру эту исполедуем уже вот два тысячелетия, мы говорим, что ожидаем мы воскресения мертвых и жизни будущего века. Слава Богу. Вот, и, дамы и господа, братья и сестры, Иисус пришел в четвертый день и воскресил, а это значит, что его нельзя было уже признать только лишь учителем от Бога, чудотворцем, пророком, нет. Уже нельзя было сделать это. Уже стало очевидно, что он не просто пророк, не просто учитель, не просто чудотворец, нет. Он, это порой даже сейчас, спустя два тысячелетия, очень многим людям это очень трудно даже вымолвить. Даже людям, называющим себя христианами, порой это очень трудно даже высказать, не говоря уже про нехристианских, там, религиозных различных утечений. Иисус Христос, Он Господь и Спаситель, и Он Бог. Да, Он Бог. Он воскресил Лазаря в четвертый день, совершив невозможное, совершив не просто чудотворение очередное. Предыдущее чудотворение, даже воскрешение, ну, воскрешение там, да, исцеление слепорожденного в девятой главе, допустим, да, эти чудеса все равно они, да, могут быть списаны на вот великого чудотворца, великого пророка, спасителя, машиаха даже, вот, в таком понимании, вот, как бы своеобразном. Но, здесь, воскресив друга своего в четвертый день, Иисус сделал это уже невозможным, признание. Он сделал возможным лишь одно признание, одно лишь исповедание, что Он, Иисус Христос, не просто пророк, не просто учитель, не просто чудотворец великий, а Сам Господь, Бог Всемогущий. Слово стало плотью и обитало с нами полной благодати и истины. И все через Него начало быть, что начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Он и Отец, Иисус Христос и Отец одно. Удивительно. Удивительно, что, воскресив друга своего Лазаря, он подписал себе смертный приговор. Вы это помните, да? Из Евангелия Теана, в том же разделе, в 11 главе этой. Именно как раз после этого чудотворения, простые люди прославляли Бога, конечно. Многие уверовали в Иисуса, как в Господа своего, слушая этот рассказ, видя это все, слушая Лазаря, живого очевидца, воскресения этого воскресшего Лазаря. Удивительная история. Но религиозная мафиозная система, она, это коррумпированная, прогнившая насквозь тогдашнего иудаизма. Ой, ну любая система, и хоть христианская, любая система, это все гниль, это все падаль человеческая, знаете ли. Это все плоть, это все прах, это все гниль. Слова Иисуса, это жизнь. Бог, это жизнь. А человек, это гниль. И религиозная мафиозная система, коррумпированная тогдашняя, она решила просто-напросто убить Иисуса. Но заодно и Лазаря убить. И, как говорится, нет тела, нет дела. Все, дело будет закрыто. Но дьявол ошибался. И его приспешники, религиозники и политики весьма ошибались. Иисус жил, Иисус жив, Иисус будет жить. Он есть и вчера, и сегодня, и во веки тот же. Иисус Христос жил, Иисус Христос жив, Иисус Христос будет жить. Он вчера, Он и сегодня, и Он во все веки тот же. Аминь. Слава Иисусу Христу, на веки слава Богу Святому. Сегодня я делюсь Словом Божьим. Я начал с послания к римлянам, пятая глава. Я читал слова, что мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Дамы и господа, братья и сестры, и ни в ком другом нет спасения. Ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которому надлежало бы нам спастись. Совершая сегодня, вот уже вечером сегодняшним, это хлебопроломление, эту Божественную Евхаристию, я благодарю Бога. Надеюсь, сейчас моя семья подключилась, супруга, дети. Если смотрите меня, то вместе совершим сейчас, кто еще, братья, сестры, с каких церквей, конфессий. Евхаристия Божественное Причастие, это не просто качество сока, вина или хлеба. Это наша вера в нашего Господа Иисуса Христа Распятого. Я расскажу сейчас пару слов еще о том, как должно рассуждать о теле и крови Христа благочестиво, чтобы не лишиться всех благословений Божьих. Чтобы мимо не прошли благословения, а прошли мимо всякие беды, напасти. Божественная Пасха совершается. Да, она совершается прямо сейчас, хоть даже зимой, она совершается прямо сейчас, этой осенью. Она совершается всегда. Два тысячелетия совершается эта Пасха Божественная. Эта Пасха сам Мессия Иешуа. Сам Христос Иисус. И правильно рассуждать о теле и крови Христа надо рассуждать именно о теле и крови Христа благочестиво, правильно, всеобъемлюще, не частично, не однобоко, что нас обкрадывает. А полуправда хуже порой откровенной лжи. Полуправда лишает нас великие благословения Библии, и поэтому Божьи благословения, и поэтому в Библии говорится апостолам, что многие болеют и немало умирают даже. То есть люди лишаются таких благословений, которые они могли бы иметь, правильно рассуждая о теле Господнем. Правильно рассуждать благочестиво по-христиански, рассуждать о теле Господнем. Это означает действительно верить в то, что Иисус Христос, Он лично мой Господь, Бог и Спаситель. И это не просто конфессиональная вера, динаминационная, не важно кто-то православный, неконфессиональный, позы конфессиональный, какой еще протестант, католик, не важно. Рассуждая благочестиво, что Иисус Христос, Он лично мой Господь, Бог и Спаситель. Рассуждая благочестиво, что я имею мир с Богом через Господа моего Иисуса Христа. Рассуждая благочестиво, что не только мои грехи прощены прошлые, но и сечашние, и завтрашние, и будущие. Он меня полностью простил, омыл своей кровью драгоценной. И я имею мир с Богом прямо сейчас. Я воскрешен в Нем во Христе и посажен на небесах. И еще благочестиво рассуждать, именно правильно, целомудренно рассуждать о крови и теле Христа, что ранами Иисуса Христа я исцелен, я совершенно спасен, я совершенно исцелен, я совершенно благоставлен, обогащен, всячески со всех сторон благоставлен через кровь Иисуса Христа. Обескровленная Церковь это несчастная Церковь. Обескровленное христианство, оно яйца выеденного не стоит. Обескровленный христианин это просто мощи, это труп, это мерзость. Дело в том, что обескровленное, то бишь лишенное понимание божественности крови Христа, лишенное понимание откровения о крови Иисуса Христа. Я ничего не знаю, кроме Христа, и притом распятого. И действительно, Он воскресший, Он пролил свою кровь за меня. Он воскресший и живой, но Он на кресте пострадал за меня. Он воскресший и вовеки живой. Он пролил свою кровь за мои грехи, немощи и болезни, и ранами Его я исцелен. Полностью освобожден. Знаете ли, есть много разных учений, доктрин. Порой ногу сломаешь, знаете ли, об этой доктрине. Здесь столько много в христианстве всего. Но благочестиво и целомудренно веровать так именно, как сказано в Писании. Кто уверует в меня так, как сказано в Писании. Вот того из чрева потекут реки воды живой. Один из переводов говорит именно так нам. И буквальный перевод как раз именно с оригинального текста. Кто уверует в меня, не просто лишь бы как бы уверовать, а уверует так, как сказано в Писании. Очень важно верить так, как именно Бог сам открыл нам о себе. И благочестиво верить, что кровью Иисуса Христа, ранами Иисуса Христа я совершенно спасен. Совершенно освобожден. Благоставлен. Хочешь почитать о своей родословной? Не копайся в родословных бабушки, дедушки, кого-то еще. Там никто не разберется просто-напросто. Чем, как говорится, дальше в лес, тем больше дров. Нет. Хочешь узнать о своей родословной? Открой Библию. Почитай. Вот твои родословные. Авраам, Исаак, Яков, патриархи, пророки. Бог сам. Иисус Христос сам. Вот моя родословная. Слава Богу. Вот мое родовое благоставение. Всякое проклятие взял Иисус на себя. Он однажды сказал на кресте, умираю уже. Совершилось. Совершилось великое искупление рода человеческого. Слава Богу. Слава Иисусу Христу. Я тебя благодарю за воскресенье твое, за победу твою, за голгофу, за кровь. Я тебя благодарю за воскресенье твое, за победу твою. Благодарю тебя, Отец, благодарю тебя, Иисус, благодарю, о Дух Святой, за все я благодарю. За все я благодарю. И можете совершить со мной, братья, сестры, это причастие. Возьмите сок, вино, что у вас есть, хлеб. Вот. Когда нет ничего, допустим, я просто беру виноград, допустим. Даже нет ничего, просто налью воды. Просто налью воды, возьму хлебушка немного. И тоже я преломляю это и говорю, Господь, я верю, что Иисус Христос, мой Господь, Бог и Спаситель, и кровь Его святая, кровь твоя святая, омыла меня от всякого греха, от всякого проклятия, беззакония, болезни, нищеты, от всего освободила меня, сделала меня свободным, новым творением. И я имею мир с Богом через Господа моего, Иисуса Христа. И преломляю хлеб. Я рассказывал как-то, значит, о преломлении хлеба, даже там у нас было в семье, как пряники и молоко дети совершали. Я вместе с ними причащался. Значит, и знаете ли, это было переживание сильнейшее, одно из сильнейших переживаний в моей жизни. Из всех хлебопреломлений, что я совершал. Вот, и потому что Бог смотрит на сердце человеческое, не на качество хлеба, не на качество вина, а на качество нашего сердца. И пусть Бог благоставит. Принимайте правильно, рассуждая в полноте, не однобоко рассуждая, а рассуждая вселенски, рассуждая правильно, благочестиво, целомудренно о теле и крови Иисуса Христа. Благостави, Господи, хлеб сей и сотвори его телом Христа Твоего, а то, что в чаши сей, кровью Христа Твоего, приложив Духом Твоим Святым. Аминь, аминь, аминь. Слава Тебе, наш Бог и Царь. Святое Святым, слава Тебе. Един Свят, един Господь, Иисус Христос, во славу Бога Отца. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи Божий наш, причащение святых даров Твоих. Благодарю Тебя за тело и кровь Твою. Благодарю Тебя, Господь, за спасение, за жизнь вечную. Благодарю Тебя за то, что совершенно спасен через кровь Божественную Твою. Благодарю Тебя за мои братья и сестер. Благодарю Тебя, что кровь Иисуса Христа и сегодня омывает всех от всякого греха, всех приходящих к Тебе с верою. Благодарю Тебя, совершаю эту Божественную Евхаристию, благодарение. Восхваляю Тебя за Голгофу, за кровь, за воскресенье Твое, за победу Твою. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. За Голгофу, за кровь, мы Тебя, аминь, подпевайте вместе, мы Тебя. Мы Тебя благодарим за воскресенье Твое, за победу Твою. Благодарим Тебя, благодарим Тебя. Отец, благодарим Тебя, Иисус, благодарим, о Дух Святой, за все мы благодарим. Благодарим за все мы благодарим. Паки-паки. Благодарим Тебя, Благодарим Тебя, Иисус, благодарим, о Дух Святой. За все мы благодарим, за все мы благодарим. Благодарим за Голгофу, за кровь, мы Тебя благодарим. Благодарим за воскресенье Твое, за победу Твою. Благодарим Тебя, Благодарим Тебя, Иисус, благодарим, о Дух Святой. За все мы благодарим, за все мы благодарим. Сущный дай нам на сей день, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас во искушение, избавь нас от лукавого. Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. И пусть благодать Господа нашего, Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, общение Святого Духа, прибудет со всеми нами. Аминь. Благоставляю вас словами благословения библейского. Да благословит Тебя Господь, и сохранит Тебя, да призрит на Тебя Господь, светлым лицом своим, и помилует Тебя, да обратит Господь лицо свое на Тебя, и даст Тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И пусть Господь Бог благословит сегодня всех нас, причастников и причастниц. Всех поздравляю с причащением святых христовых тайн, тела и крови Господа нашего Иисуса Христа. Благословляю всех вас, возлюбленные братья и сестры, Христос в нас, упование славы. Самая великая тайна всех тайн, самая главная тайна наша христианская. Христос в нас, упование славы. Благословляю всех вас во имя Господне. В эти дни я буду стараться выходить также в эфир, в это же самое время, в 17.00. Напоминаю, телефон эфира 096-96-266-75. Благословляю всех вас, дорогие друзья. И 22 числа в среду у нас будет общая молитва за единство Церкви. Завтра, наверное, с Алексеем Ивановичем тоже помолимся об этом как раз. Пусть Бог благословит вас с миром Божьим. Мир всем. Шалом, шалом, шалом. За Голгуфу, за Круг.